Фреско слово к дистингиому репрезенту Федерации Руси. Для нас очевидно одно. Достигнутая два года назад договоренность по ядерной программе Ирана призвана быть основой для сотрудничества, а не источником конфронтации. В этой связи отмечаем, по сравнению с двумя предыдущими аналогичными докладами, очевиден серьезный настрой Генерального Ситеря ООН придать документу более выверенный характер. Вместе с тем хотели бы обратить внимание на конкретные положения доклада, дабы избежать повторения ошибок в будущем. Так, призывы к Ирану избегать пуска баллистических ракет носят далеко идущий политический характер, могут потенциально повысить напряженность в регионе. Такому заявлению не место в докладе, посвященном исключительно выполнению резолюции 2231. В ней, в этой резолюции, содержится недопускающий интерпретации призыв к Исламской Республике Иран воздержаться от пусков баллистических ракет, которые сконструированы таким образом, что могут нести ядерный боезаряд. Считаем сомнительным заключение, что вооружения, находившиеся на перехваченном летом 2016 года судне, имеют иранское происхождение и перевозились из Ирана. Нет доказательств и по другим приведенным в докладе случаям. По некоторым инцидентам рядом государств проводятся предусмотренные их законодательствами проверки, однако результатов пока нет. Непроверенным и недоказанным фактам не должно быть места в докладе. Недопустимо использование в докладе, не подкрепленной конкретными доказательствами информации. Даже если такая информация поступает от государств-членов. Такие сведения, прежде всего, должны направляться в Совет Безопасности, который уполномочен принимать решения по дальнейшим шагам, включая проведение профессионального, объективного и беспристрастного расследования. Нам непонятно утверждение о том, что иранское судно «Бушер», заходившее на ремонт в порт Южноафриканской Республики, могло нарушить какие-либо обязательства по резолюции 22.31. Отмечаем заявление притории, просим других в него вчитаться. В этом заявлении предпринятые притории действия полностью соответствуют всем международным обязательствам, с учетом того, что заход судна был связан с чрезвычайной ситуацией. В связи, внимание, причем пристальное, следует обратить на следующие обстоятельства. В связи с появившимися в СМИ некоторое время назад утечками из еще неопубликованного полугодового доклада Гейнстаря о выполнении резолюции 22.31, мы акцентируем неприемлемость такого рода действий. Секретариат призван за этим тщательно следить, а государство, члены СБ, не сбиваться на такого рода безответственные шаги и утечки. По нашим оценкам, такие публикации нацелены на то, чтобы оказать давление на Гейнстаря. Мы видим, что даже минимальные попытки придать тексту более сбалансированный характер вызывают раздражение некоторых наших коллег. Рассчитываем, что в этом вопросе будет проявлена требуемая принципиальность. Господин председатель, недопустимо превращать доклад в политический документ. Это размывает суть и задачи резолюции 22.31 и неминуемо ведет к подрыву совместного всеобъемлющего плана действий. В соответствии с запиской председателя СБ от 16 января 2016 года доклад Гейнстаря должен касаться исключительно выполнения резолюции, без каких-либо политических довесков. В заключении хотели бы отметить приверженность России безусловному и всеобъемлющему выполнению положения резолюции 22.31 и совместного всеобъемлющего плана действий, которые воплощают выдающиеся достижения мировой дипломатии, позволившие решить один из сложнейших вопросов. Важность ядерной сделки признается подавляющим большинством членов международного сообщества. Это та договоренность, которую мы можем ставить в пример при решении других актуальных проблем. Это та договоренность, которая при наличии политической воли могла бы стать фундаментальным опорным элементом для налаживания инклюзивного международного и регионального взаимодействия, которое откроет окно возможностей для устойчивого урегулирования многочисленных конфликтов на пространстве Ближнего Востока. В наших силах добиться ее успешного выполнения. Для этого необходимо отказаться от языка угроз и санкций и сосредоточиться на добросовестном выполнении добровольно принятых на себя обязательств всеми без исключения сторонами совместного всеобъемлющего плана действий. Благодарю вас. Благодарю вас.